Детская библиотека номер 9 округа Майская Горка представляет Вам письмо Крыльев, а летит, без языка, а говорит Это письмо Ежесекундно в мире отправляется более 100 смс, ммс и электронных писем Написание бумажных писем ушло в далекое прошлое Чтобы возродить эту традицию, придумали специальный праздник День написания бумажных писем Его ежегодно отмечают 11 ноября Еще 30 лет назад в каждый дом на праздники приходили открытки Письма с поздравлениями или обычные конверты с маркой От родственников и друзей, в которые они вкладывали фотографии, письма или засушенные цветы Люди общались с помощью бумажных писем В них они делились важными и интересными моментами своей жизни Именно благодаря сохранившимся перепискам Можно восстановить события давних времен Освежить воспоминания и окунуться в атмосферу прошлых дней Чтобы узнать, какой путь письмо проделывает от адресата до получателя Мы с вами послушаем диафильм Как ребята на почте побывали Таня и Дима живут на окраине большого города Однажды почтальон Анна Ивановна принесла им письмо от папы Который был в командировке на севере Письмо от папы? А где же вы его взяли? Оно пришло по почте И прежде чем попало в мои руки, проделала очень длинный путь Если хотите, я покажу вам, что такое почта и кто там работает На следующий день Таня и Дима попросили у мамы разрешение пойти вместе с Анной Ивановной на почту На одном из домов они увидели большие часы и надпись Почтант Это и есть почта? А что здесь делают эти люди? Пишут письма, телеграммы, отправляют бандероли и посылки Письма опускают в почтовые ящики А почему они разного цвета? Красный ящик для местных писем, а синий для писем в другие города Телеграммы, посылки бандероли принимают операторы Посылки бандероли взвешивают Проверяют, правильно ли указан адрес получателя Место его жительства, улица, номер дома, квартиры и, конечно, фамилия Специальным штемпелем отмечают месяц и день отправки А куда же они попадают потом? В сортировочный цех Сортировщики раскладывают их по специальным контейнерам с разными адресами Письма тоже сортируют Работникам почты помогают почтово-сортировочные машины Но для этого на конверте должен быть указан индекс Индекс – это число, которое обозначает отделение связи А если индекса нет, письма тоже будут отсортированы, но вручную и придут позже Все письма, бандероли, посылки грузят в специальные машины с белой полосой И отвозят на железнодорожные и речные вокзалы в аэропорты Там их грузят на поезда, теплоходы, самолеты И отправляют в самые отдаленные уголки нашей страны На месте почту получают и привозят в отдел доставки Там ее раскладывают по специальным ячейкам и стеллажам Почтальонов ждут в каждом доме, поэтому они стараются доставить почту как можно скорее Порой почтальонам приходится преодолевать большие трудности для того, чтобы доставить корреспонденцию адресатам На далеком севере почту доставляют на вездеходах и оленях Высоко в горах, на летних пастбищах Пастухи всегда рады свежим газетам, журналам и, конечно, письмам Иногда письма можно доставить только по воде И тогда почтальону приходится пользоваться моторной лодкой А в некоторые районы почту доставляют только вертолетам Вернувшись домой, Таня и Дима решили написать письмо папе И рассказать ему о том, как много нового они сегодня узнали В наши дни бумажные письма отправляют очень редко Теперь у каждого дома есть компьютер Письма и сообщения можно пересылать с помощью электронной почты И получает их адресат мгновенно Но все же никакое электронное общение Не может передать теплоту и искренность Так, как настоящее бумажное письмо Пойди, Паре, Лан Пойди, Паре, Лан